Малик Габдулин – великий сын казахского народа, отважный воин, педагог, писатель, ученый. Близкие и родные, обращаясь к нему ласково, называли его Маке. В истории казахского народа он занимает достойное место рядом с великим Акином Жамбылом, ученым Сатпаевым, писателем Ухтаром Оэзовым, Сабитом Укановым. Его жизненный путь является примером для подрастающего поколения, и смотря на высокое звание и ученую степень, Малик Габдулин сохранил человечность, порядочность и скромность. Родился Малик Габдулин в 1915 году в ауле Кайсалган, где и прошло его детство. После первых четырех лет учебы в школе в своем родном ауле, Малик поступает в семиклассную школу Камуну в городе Кашитау. С 14 лет мальчик получал воспитание в семье известного писателя Сабита Муканова. После окончания казахского педагогического института имени Абая, Малик призвал на службу в адмию в городе Свердана. После службы работал младшим научным сотрудником в казахском филиале Академии наук СССР. С этого времени он начинает заниматься проблемами истории казахской литературы и фольклористики. Затем Великое Отечественное. В годы войны Малик Габдулин служил в дивизии под командованием Панфилова, был назначен пролитурком и командиром роты автоматчиков. После войны писатель занимался научно-педагогической деятельностью. Основная тема исследований – героический эпос, народные песни, антисы, сказки, постоицы и поговорки казахского народа. Малик Габдулин принимал участие в подготовке изданий многотомной истории казахской литературы. Защитил докторскую диссертацию, получил звание профессора, становится членом Академии педагогических наук СССР. Габдулин – автор художественных произведений «Мои фронтовые друзья», «Золотая звезда», «Фронтовые очерки», «Будни войны», «О друзьях-товарищах в годы». Им написан ряд научных монографий и изданы школьные учебники для национальных школ. Книга «Малик Габдулин. Гордость великой степи» в полном объеме познакомит вас с жизнью и деятельностью нашего легендарного земляка. Это высококачественное, иллюстрированное издание вышло в свет в издательском доме «Алтын-Китак» с тиражом в тысячу экземпляров. Книга-альбом содержит лучшие тексты, редкие фотографии и цитаты известных людей, которые были знакомы с Маликом Габдулиным. Каждый раздел книги посвящен определенному периоду жизни Малика Габдулина – детские годы, пути становления, личности, студенческие годы, годы аспирантуры, фронтовые годы. Образ Малика Габдулина раскроется перед вами как личность, писатель, педагог, герой, боец за справедливость. Книга-альбом описывается дружба и отношение Малика Габдулина с такими известными людьми, как Баужан Мамыш Улы, Жамбул Жамбаев, Мухтар Ауэзов. Малик Габдулин, уважаемый сын казахского народа, прошел школу суровой жизни. Он был моим младшим братом, отварным воином, талантливым ученым, писателем, красивым молодым человеком, вспоминает о нем военный командир Баужан Мамыш Улы. Эта жестокая война связала нити миротства и дружбы двух героев, двух великих людей. Они вместе прошли суровые тяжести с высоко поднятой головой. Малик Габдулин сознательно шел на немцев, доказывая силу и мощь казахского народа, умело командовал, призывая однополчанка отважным и смелым поступком. Народная мудрость гласит, герой никогда не умрет, он вечно в народе живет. В 1943 году Малику Габдулину было присвоено звание Героя Советского Союза. Известный русский писатель Борис Полевой в своем очерке «Рождение эпоса» писал, что образ Малика превращается в персонаж нового эпоса. Замечательно передаются его и гражданский облик, насторонние способности, исследовательский талант, деятельная натура, правдиво повествуются мужественные и решительные действия, подлинная командирская хватка, то, что он с честью преодолел самые трудные препятствия на своем боевом пути. В книгу альбом вошли воспоминания родных и близких людей Малика Габдулина, супруги Назии Габдулиной, дочери Майданы Маликовны. «Он мой отец, для меня это большое счастье, дочерью такого человека», – вспоминает Майдана. В книге описывается жизнь Малика Габдулина в послевоенное время. На последних страницах книги представлены уникальные фотографии из музея Малика Габдулина, открытого в честь 85-летнего юбилея писателя в городе Кокшетау. Значимость книги, посвященная Малику Габдулину для истории современного Казахстана и для воспитания молодежи в духе патриотизма, огромна. Современная молодежь будет лучше знать свою историю и великих сынов своего народа. Чтобы больше делать, надо больше успевать. Так жил наш земля. Все действительно доброе, что делал при жизни Малик Габдулин, делалось им не на показ, а было естественно негромким. Как истинный художник слова он умел видеть, что мимо чего многие проходили равнодушно. Казалось бы, жить и жить человеку светлому ликом и душой, рожденной для славы и признания. Однако в 58 лет его не стало. Ушел человек, успевший так много, но способный еще больше одарить людей. Спасибо за внимание.